Ну что это такое, а? Ну каждый день одно и то же. Скукота, апатия, выгорание, прекастинация. Ничего не радует уже. Эх, вот скажи мне, Муха, как быть всегда на позитиве? Ой. А, это на счастье. Так, лентяй, а ну-ка соберите всю нашу посуду, что можно разбить. Ещё в лохматой древности на славянских свадьбах жених и невеста били посуду на счастье. Ну типа они так защищались от сглаза и порчи. Поговаривают, что это обычай пришёл из Азии. Там верили, что в посуде может быть заточена нечистая сила. И чтобы её уничтожить, достаточно разбить предмет. Другие считают, что раньше посуда стоила пипец как дорого. И чтобы хоть как-то подбодрить владельцев, им говорили, это на счастье. Так или иначе, возникает вопрос. А можно ли стать счастливым, если разбить много посуды? Вы что мне хотите сказать? Что наша организация, имеющая безграничные возможности, имеет в наличии только один бьющийся бокал? Я спокоен. Я спокоен. Убийство и смерть не выход из данной сложившейся ситуации. Буду считать, что это чисто случайность и стечение обстоятельств. Всё будет хорошо. Это всё скукота, апатия и прокастинация. Ладненько. Оба-на. Вы что, купили посуду что ли? Угу. Счастья не купишь. Слышали про такое? Это стопудово не зачтётся. Всё, возвращайте всё в зад, у меня другая уже идея есть. Я вот слышал, можно разбить бокал голосом. Стоит запеть громкостью 100-110 дБ пару секунд, и будет тебе счастье. Готов? Угу. Погнали. Ах, хиловато. Давай ещё раз. Ну всё, сорвал голос. Следующий. А вы чё, у меня кот кричит матом громче, если мы на хвост наступить. Ладно, задачу поняли? Работайте. Человек кричит в диапазоне 70-110 дБ. Так, а нам надо 100-110. Ха, ну нормально, достижимо. 80 дБ. Слабак. Слушайте, а может тоже не какой-то катализатор, а? О, работает? Я вот чё подумал. А чем сильнее боль, тем будет громче крик? Нет? Или да? А, фиг знает, проверим. Начнём с укусы муравья пули. Это маленькая тварь из Южной Америки. Жаль и так, что многие готовы вскрыть себе вены, лишь бы не терпеть боль. Начали. Вы знаете, что у индейцев есть прикольная тема с этим муравьём? Если вытерпел боль и выжил, значит настоящий мужчинка. А бокальчик-то целый. Досадно. Ладно, сейчас найдём поболючее чё-нибудь. Воспаление троичного нерва. Ммм. Ну нет, воспалять нервы в черепе это не наш метод. Чё тут ещё есть? Аааа. Ау. Блин. Мне даже сказать это больно. Ну ты крепись. Перелом полового члена. Надеюсь, это хруст белбокала. А вот и нифига. Так. Воспаление перитониальной ткани, которое покрывает внутреннюю часть брюшины и органы малого таза. Возникает в основном при аппендиците, ну или после операций. Многие описывают эту боль, как будто в живот воткнули раскалённый металлический пруд. Ты же понимаешь, что воспаление аппендикса вот так сбоку припёку не сделаешь. Будем симулировать. И снова бокал победил. Так, что ещё тут? Родовые схватки. Не надо на меня так смотреть. Сейчас чё-нибудь сообразим. Чё, вы просто так-то собрались, что ли? Описание. При родах мышцы болят так, будто их выкручивают изнутри. А внутренние органы словно хотят вылезти наружу. Органы. Наружу. Да. Ох, бабоньки. Ну за что ж вы так с расходником-то, а? И ведь главное, бокалу хоть пахны. Вот же бездушный кусок стекла. Ладно, всё, я понял. У нас снова мутация. Самые крикливые на Земле. Синий кит. 180-190 дБ. Кошелот. 116 дБ. Причём их маленькие малыши голосят куда громче. До 162 дБ. Маленькая, но жутко кричащая насекомая. Цикада. 100-120 дБ. Ну а все остальные кричат или пищат ниже 110 дБ. Нам это не закатит. Получается, киты наши всё. Ох ты. Жёлтый китоходник получился. Сисенки, а ну-ка давайте перед началом примем меры безопасности. Для человека 0 дБ – это полная тишина. А 180 дБ – громкость, ведущая к смерти. То есть, стоя рядом с нашим китоходником, можно сдохнуть. Мы готовы. Давай. Организм женщины устроен так, что всю боль испытываем в природах ребёнка они быстренько забывают. И поэтому легко подписываются на «Ещё разок». Ха-ха. А у природы есть чувство юмора. Мне это нравится. Подписывайтесь и вы. На «Ещё разок». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok.